Фашистские войска напали на Советский Союз на пике своего могущества. Первая армия мира имела опыт войны в Африке, Польше, Франции. У немцев было самое передовое и эффективное управление войсками, была налажена логистика. Практически вся европейская промышленность работала на Германский рейх. Видные ученые разрабатывали нацистам передовые образцы военной техники. В таком положении Германский рейх в 1941 году вероломно напал на Советский Союз. 22 июня в 3 часа ночи воздушную границу нашей родины пересекли несколько тысяч самолетов противника. Их целью были советские аэродромы, склады боеприпасов и горючего. Немцы желали обеспечить себе полное превосходство в воздухе. Благодаря внезапному нападению и качественной разведке, нацистам удалось в первые часы войны разбомбить на аэродромах около 800 советских самолетов. Но, услышав звуки моторов и начавшегося артобстрела, самолеты с дальних от границы аэродромов все-таки успевали взлетать и принимать бой. Превосходство фашистских войск компенсировалось стойкостью наших солдат и небывалым упорством и самопожертвованием. Одним из видов боя, с которым немцы никогда не сталкивались раньше, стали таранные удары, которые были применены уже в первые часы войны. Первый таран Великой Отечественной произвел летчик самой русской фамилии – Иванов Иван Иванович. В небе над Украиной он со своим звеном вступил в бой с группой немецких бомбардировщиков «Хенкель-111». Расстреляв весь боезапас, Иванов направил свой самолет на один из вражеских бомбардировщиков и тараном уничтожил его. После столкновения ему даже удалось совершить вынужденную посадку у деревни Загорцы, но сам летчик скончался от полученных ранений. Также одним из первых свой таранный удар совершил старший лейтенант Макляк Александр Игнатьевич. В 4 часа утра по тревоге он вылетел на истребители ИС-16 для отражения налета вражеской авиации. Западнее города Болграда огнем своих орудий ему удалось уничтожить немецкий бомбардировщик. А в 5 часов утра, когда противник предпринял массированный налет на аэродром Болгарийка, в котором участвовало 50 бомбардировщиков и 30 истребителей, на отражение налета поднялся весь полк. Командир звена Александр Макляк со своими ведомыми атаковал строй немецких самолетов. Ему удалось сбить флагман и еще один бомбардировщик, а советским пилотам удалось отогнать противников от своего аэродрома, не дав им сбросить свои бомбы. Вдруг Александр Макляк заметил слабую тень среди облаков. Один вражеский юнкер все-таки смог подобраться к своей цели и уже был почти над советским аэродромом. Макляк к этому времени уже израсходовал весь свой боезапас. Выбор был небольшой – либо дать немцу сбросить свой смертоносный груз, и тогда, возможно, погибнут десятки людей, а аэродром придет в негодность, либо жертвовать собой. Советский пилот выбрал второе и направил свою машину в сторону юнкерса. Вражеский стрелок открыл по нему огонь и смертельно ранил нашего летчика, но самолеты успели столкнуться и рухнуть вниз. Так советский пилот разменял свой самолет старой модели на бомбардировщик противника, а свою жизнь на четыре вражеских. Только за первый день войны на таранный удар пошли семь советских летчиков, и далее их число все увеличивалось. У немцев же термин «таран» появился лишь осенью 1941 года, когда удалось собрать статистику по сбитым самолетам. Сначала они полагали, что таранные удары были отчаянным шагом русских пилотов, которым не хватало мастерства, чтобы тягаться с немецкими экипажами. Но по большей части это было вынужденной меры из-за отставания боевых характеристик советских самолетов от немецких. Также в тот момент, когда кончался боезапас, немецкий летчик считал свой боевой долг полностью выполненным и поворачивал назад. Советский же пилот в той же самой ситуации, защищая просторы своей родины, не считал, что его задача выполнена полностью и часто шел в последний бой. Ошиблись немцы и с неопытностью наших пилотов. Со временем, когда советские летчики уже набрали достаточно опыта, то таранных ударов стало даже больше, а на новых самолетах делать их было гораздо проще. Доходило до того, что советские асы филигранно срезали стойками своих шасси крыло вражеского самолета или пропеллером разбивали хвостовое оперение, при этом не сильно повреждая свою машину. Ярким примером этому служит герой Советского Союза Борис Иванович Ковзан, который совершил 4 таранных удара и даже остался жив. 29 октября 1941 года в районе Зарайска он обрубил хвостовое оперение немецкого истребителя, а после благополучно посадил самолет. 21 февраля 1942 года на истребителе Як-1 он протаранил вражеский Юнкерс-88, а 9 июля в бою под Новгородом на машине МиГ-3 совершил боковой таран истребителя Мессершмитт-109. После столкновения немецкий летчик не смог выровнять самолет и разбился, а у истребителя Ковзана заглох мотор, но ему удалось посадить самолет близ Любницы. Последний свой таран пилот совершил 13 августа 1942 года на самолете Ла-5. Капитан Борис Ковзан обнаружил группу бомбардировщиков и истребителей противника. В бою с ними он был подбит и получил ранение глаза. Тогда Борис Ковзан направил свой самолет на вражеский бомбардировщик. От удара его выкинул из кабины и он свалился в болото, сломав ногу и несколько ребер. Подоспевшие партизаны успели вытащить пилота из трясины и после переправили его через линию фронта. 12 сентября 1941 года два советских самолета Су-2 возвращались из разведки. Внезапно они были атакованы семью немецкими истребителями Мессершмитт-109. Пилоты Люфтваффе подбили один советский самолет, который задымил и пошел со снижением. Но второй Су-2 успел увернуться от атаки и принять бой. Управляла им старший лейтенант Зеленка Екатерина Ивановна, пилот опытный. Она сражалась еще в Финскую войну, а за три месяца Великой Отечественной, будучи заместителем командира 5-й эскадрильи 135-го бомбардировочного авиационного полка, успела совершить 40 боевых вылетов и поучаствовать в 12 воздушных боях. К тому же в одном из вылетов группа бомбардировщиков под ее командованием уничтожила в районе пропойска немецкую колонну, состоящую из 45 танков и 20 автомобилей с пехотой. Вся ее группа вернулась назад без потерь. Теперь же в неравном бою самолет Елены Зеленко был зажат в крепкие тиски превосходящим противникам. Но девушка со своим штурманом-бордстрелком показали врагам школу высшего пилотажа. В очередном немысленном маневре им удалось сбить один миссершмитт. А после того, как у советского экипажа закончился боезапас, Елена Зеленко пошла на таран. Винтом она раздробила крыло миссершмитта, отчего тот рухнул на землю. Самолет же Зеленко выдержал этот удар, но стал парить к земле. Екатерина решила посадить машину и приказала штурману прыгать с парашютом. Но как только в небе забелел белый купол, Су-2 взорвался, и летчица погибла. За этот подвиг ее наградили орденом Ленина, а в 1990 году дали героя Советского Союза. На сегодняшний день Зеленко Екатерина Ивановна является единственной в мире женщиной-пилотом, совершившей воздушный таран. Таранили наши летчики также и наземные цели. 26 июня 1941 года экипаж бомбардировщика ДБ-3Ф под командованием капитана Николая Францевича Гастелло вылетел в составе звена из двух бомбардировщиков для нанесения ударов по германской механизированной колонне. Огнем зенитной артиллерии противника самолет Гастелло был подбит. Вражеский снаряд повредил топливный бак, что вызвало пожар на борту, и тогда Гастелло совершил огненный таран, направил горящую машину на механизированную колонну врага. Все члены экипажа погибли, но сам этот подвиг стал широко известен, и после него всех летчиков, совершивших таранные удары наземных целей, стали называть гастеловцами. Например, во время битвы за Ленинград также направил свою горящую машину в колонну вражеских бронетранспортеров заместитель командира эскадрильи 154-го истребительного авиационного полка сторожаков Алексей Николаевич. 10 сентября 1941 года в районе станции Мариенбург он вступил в неравный бой с девятью мессершмиттами. Одна из немецких очередей прошила кабину пилота, и, будучи тяжелораненым, он решил не размениваться по мелочам. Летчик в этой схватке погиб. Не было спокойствия от советских таранов немцам и на море. 13 февраля 1945 года четыре бомбардировщика 51-го мина торпедного авиаполка вылетели с целью атаковать немецкий конвой. Самолет летчика-штурмовика Виктора Петровича Носова от прямого попадания снаряда загорелся. Тогда летчик спикировал прямо в борт корабля. Огромный столб пламени и дыма поднялся вверх, и транспорт водоизмещением 8 тысяч тонн стал быстро оседать на корму и затонул. Всего за период Великой Отечественной войны советскими летчиками было совершено 595 таранов воздушных машин противника, 506 таранов наземных целей и 16 морских. Последний таран Великой Отечественной был зафиксирован 7 мая 1945 года, перед самым Днем Победы. Летчики использовали этот вид атаки как последнее средство в случае заклинивания оружия, смертельного ранения или израсходования боеприпасов. Эти героические поступки пугали врага и приближали День Победы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok